В Южной Осетии оппозиция намеренно раздувает тему административного вмешательства во внутреннюю политику посредством автоматизированных аккаунтов в соцсетях, чтобы скрыть собственные слабости и объяснить участившиеся провалы. Депутаты пытаются выдумать причину своего непрофессионализма и находят ее в ботах. В свою очередь власти заявляют о вмешательстве со стороны иностранных государств. Эксперты обращают внимание на то, что острие главного удара в сети – это информационная война, которая направлена на сознание населения. Она и порождает ботов, но вредит даже заказчикам, считает политолог Вячеслав Гобозов. В Южной Осетии нет ни специалистов по кибербезопасности, ни иных средств, чтобы предпринимать целевые шаги против устранения ботов как явления. Правда, нельзя исключать и того, что у многих ботов есть вполне реальные имена, фамилии и местная прописка. А у целых полчич ботов, кружащих головы жителей республики, внешние интересанты. В попытках повлиять на исход юго-осетинских выборов нет ничего нового или удивительного. История республики Южная Осетия знает немало случаев, когда вмешательство в ее внутренние дела становилось продолжением внешней политики Грузии, заинтересованной в том, чтобы там к власти пришли или не пришли определенные люди или политические силы. Борьба должна идти не с явлением, а с противником, а игра в демократию уходит на второй план, поскольку начинается война на поражение. И боты – это один из самых эффективных инструментов облучения.